Цель, конечно, подвести краткие итоги ушедшего 22 года, дать новые векторы, задачи, да, то есть на новую летнюю оздоровительную кампанию. В принципе, у нас оздоровительная кампания стартовала в январе, да, то есть уже сейчас весенние каникулы лагеря будут принимать детей. То есть те, кто работает в круглогодичном режиме, уже тоже работают с января, с февраля, но, тем не менее, основная, конечно, кампания, это летняя кампания, поэтому нужно еще раз освежить, обновить, да, для руководителей санитарные требования, требования антипротивотеррористической безопасности и противопожарной безопасности, еще раз акцентировать внимание на то, чтобы детям было интересно, качественно отдыхать. Из новшеств можно, конечно, сказать то, что у нас уже с прошлого года, да, то есть мы начали работать над тем, чтобы постепенно начинать восстанавливать, да, то есть и ремонтировать базу лагерей. То есть в этом году мы эту работу также продолжаем, и уже у нас прошел 20 марта, то есть отбор на 50 миллионов бюджетных ассигнований областных средств. У нас есть, так скажем, отобранный победитель, это будет Кувандыкский городской округ, который, надеюсь, развернет лагерь, потому что у них лагерь был законсервирован, он не соответствовал требованиям санитарным. Теперь, то есть он, соответственно, на эти средства восстановит и заработает в Кувандыке лагерь «Волна» на 120 мест, то есть это наше самое ожидаемое, так скажем, что случится в 2023 году. Конечно, новшество то, что мы начинаем работать лагерями более открыто, да, то есть у нас сняты были уже в прошлом году основные препоны, связанные с ковидом, а в этом году, конечно, будет упор на то, чтобы дети не только были интересны в лагерях, но и выходили они на, так скажем, небольшие туристические какие-то маршруты. Мы должны обязательно принимать детей с ограниченными возможностями, и мы расширяем количество инклюзивных смен, которые будут в лагерях. По сертификатам есть новшества, мы внесли изменения в областное законодательство, и в этом году стопроцентным сертификатом будут обеспечены дети мобилизованных граждан, то есть дети из семей, где папы ушли добровольцами, то есть заключили контракт о добровольном содействии вооруженным силам Российской Федерации, и дети бригады батальона ЕИК, то есть тоже для них такая будет льгота, как получение стопроцентного сертификата. Об этом знают муниципалитеты, то есть с этими семьями работают более, так скажем, персонально, и у нас уже есть заявки, то есть будем обеспечивать детей сертификатами.